Танцу все возрасты покорные. Девушки в корсетах, пышных платьях, легких нарядах, экстравагантных украшениях и с веером в руках. Парни во фраках, костюмах и даже обычных джинсах и футболках. Разучивают кадриль, польку, вальс, мазурку времен Александра Сергеевича Пушкина. Приготовились и пятка на сон. Очень сложно, ноги путаются, не успеваешь перестраиваться, все время думаешь, как бы, куда. Представляешь, что у тебя корсет был еще? Это вообще очень тяжело и сложно. Поначалу, когда все встают, немного теряется, но когда включается музыка, видно, как у людей горят глаза. И это на самом деле очень радует. Почему решила принять участие в Пушкинской балу и вообще какие эмоции сегодня испытала? Сегодня был тяжелый день, меня позвала подруга, я согласилась. Было очень весело, интересно и очень жарко. Среди начинающих танцоров были и профессионалы. Во время танцевальных па они вспомнили, как впервые шагнули в мир вальса и классической музыки. Я была, наверное, в середине 11 класса. Мы тогда с другом учились танцевать. Я узнала, что он куда-то ходит и говорила, что я танцевать не умею. Он такой, сейчас научу. И мы танцевали какой-то абсолютно ужасный вальс по квадрату, причем какой-то франкенштейновый. Он был абсолютно не в такт, не в музыку. Я путалась в ногах и думала, что после этого я никогда танцевать не буду. Ну, вот сейчас уже сколько, наверное, 8 лет с тех пор прошло. Пушкинский бал 6 июня с размахом прошел по всей стране. Гости прикоснулись к эпохе 19 века, окунулись в ее самобытную атмосферу и послушали романцы на стихи «Солнца русской поэзии». Все события и мероприятия, посвященные памяти великого русского поэта, Пушкинский бал также входит в их число. По сути, еще один повод напомнить молодому поколению о возможности взять томик стихов поэта и перечитать их. Тем самым вспомнить гения, которому само небо диктовало слова. Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok